Прием строго по записи. Вместо регистратуры, ресепшн и вай-фай в коридорах. Это одна из десятков дружелюбных поликлиник республики. Проект стартовал в этом году и его главный результат – сокращение времени ожидания врача. Теперь это 10 минут. Изменения ощутили на себе уже сотни тысяч. Удобно, никакой там суеты нет. Просторно, хорошо. С первого дня здесь живу. 1-2. Поликлиника гораздо лучше стала. Очереди нет. Мебель, лаборатория вообще исключительная. Современные все. Этим в городе меняет отношение врачей к пациенту и отношение пациента к медицине. Соцопрос населения на сайте Минздрава показал и больные точки, и здоровые преобразования. Хотя и без жалоб от населения не обходятся, но… Жалобы как подарок. Над ней надо работать. И таких фактов, конечно, не должно быть. Иначе поликлиника не будет дружелюбной никогда. И поэтому мы сейчас ориентируем на открытость, на получение обратной связи. С учетом мнения населения в республике реализуют программу ремонта поликлиник. Комфорт и приемы на селе. За пять лет построили больше 400 новых ФАПов. Результат – даже при снижении рождаемости прирост населения больше трех тысяч человек. Но есть и негативная тенденция. В отличие от женщин, мужчины живут на 11 лет меньше. Несознательности не создают, что надо лечиться. Не создают, что надо лечиться им. Если есть проблемы, надо обращаться к врачам. По-любому. Мужчины не обращаются к врачам. Ну, надо как-то их, скажем так, подталкивать. Чтобы дышалось легче, а главное – дольше. 2018-й в республике объявлен годом мужского здоровья. Салават Мухамадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова